Турнир по кикбоксингу W5 был богат на нокауты. Публике было на что посмотреть, но самым ожидаемым событием стал бой за титул чемпиона мира между Сергеем Харитоновым и бразильцем Силвой. О вечере большого кикбоксинга в репортаже Виталия Сиротинина. Украинец Виталий Лесняк точным ударом заставил вынести с ринга своего земляка Александра Тена. Финальные поединки турнира по кикбоксингу W5, который прошел в Москве, для многих складывались драматично, ведь на кону стояло слишком многое. Мы сделали как в футболе, по группам. Ребята прошли по группам, вышли в финал, и сегодня мы увидим пирамиды в трех весовых категориях, победители которых поедут в Братиславу за титул чемпиона мира. И все же публика ждала главных поединков бойцовского вечера. В одном из них встретились кикбоксер из российского клуба Энрика Гагохия и южноафриканец Уоррен Стевелманс. По службам в списке гостей в два раза больше поединков на профессиональном ринге, но опыт ему не помог. Преимущество в технике и подготовке Энрика было настолько велико, что он даже позволял себе поясничать. Я такой по натуре человек, мне нравится так боксировать, мне нравится какое-то шоу закатать. А от чего кайфует народ и также публике нравится, также и мне нравится. Вот, конечно, тренер недоволен, но я не смог сдержаться. Самым главным поединком вечера стал бой за звание чемпиона мира среди тяжеловесов. Знаменитый российский боец Сергей Харитонов брал реванш у бразильца Андерсона Сильвы, которому уступил весной этого года. Главная установка – утомить соперника и победить его нокаутом в последних раундах. Сильва – он один из самых быстрых тяжеловесов в мире, в мире кикбоксинга. Потому как бы задача за первые два раунда сбить скорость соперника. Как бы где-то приклинчевать, где-то ударить по корпусу, где-то ударить коленом, где-то попрессовать немножко как бы. Есть своя тактика, некоторые секреты не буду раскрывать, просто видим все на ринге. Бой получился напряженным. Сильва, как обычно, много двигался, быстро и сильно бил ногами, контратаковал молниеносными ударами рук. Россиян наступал сопернику в скорости, поэтому старался прижать его к канатам или уронить. Это разрешено правилами профессионального кикбоксинга. В какой-то момент Харитонов, который никогда не бьет ногой в голову, удивил хайкиком. Развязка наступила во втором раунде. Сергей прижал соперника к канатам и уже не отпустил его. После боя спортсмены сразу же условились о третьем поединке, но уже на родине Сильвы. Я и сейчас ему об этом сказал. Я готов с ним драться в Бразилии. Уважаю то, что он, как немногие спортсмены, бегает от реванша, согласился сразу на реванш. Виталий Сиротин, Константин Просалов, LifeNews.